То есть Бог открывает, понимаете? Это Бог тебе показывает. Он раскрыл божественное в человеке. Человеческое он не открывает пока. Потому что там, ну что там, нельзя открывать, иначе детей даже никогда не будет. Потому что, когда человек видит еще и остальное все в ней, что она ему и Кузькину мать принесет, как бы и все остальное тоже обязательно. Ну то есть человеческое в человеке тоже есть. То есть, то тогда в этом случае человек испугается и не будет вместе с ней. А так он видит в ней только божественное, только чистоту. И женится на ней. А потом, когда они начинают жить вместе, так как она ему сносит, подходит девушка. Подходит означает, будет все давать. И счастье, и страдания. Подходит. Ну то есть, другими словами, судьба похожа. То есть, она может его реально мучить, как ему положено. Ну и когда он будет хорошим, она ему так же счастье реально будет давать. Подходит человеку девушка. А он же думает, что только хорошее она мне будет давать. Ты приносишь мне рассвет. Она еще не знает, что так же и закат приносит. Не только рассвет. Когда кто-то только рассвет приносит, потом и закат приносит. Так устроен этот мир. Ну хорошо, вы скажете, Олег Геннадьевич, вы слишком пессимистичен. Мне кажется, что вы уже стареете, поэтому. Хорошо, мои дорогие. Давайте представим, что вам человек всю жизнь приносит только рассвет. Я такое тоже видел. И это еще хуже. Знаете почему? Потому что, когда, не дай Бог, он уйдет из жизни раньше тебя, тебе жизни в этом мире уже не будет. А если ты раньше уйдешь из жизни, то ты в следующей жизни, я такое тоже видел, будешь искать только такого. И больше ничего. Это значит, всю следующую жизнь ты останешься одна. Поэтому Бог и не делает так, чтобы люди от людей счастье испытывали такое бесконечное. Потому что это патовая ситуация, понимаете. Человек же вечно живет. И он будет искать одно и то же себе постоянно. И ничего не найдет больше. Ему не каждую жизнь положено вот это, наслаждаться жизнью. Сегодня наслаждаешься, завтра экзамены придут. Поэтому, понимаете, даже это не самый лучший вариант, когда тебе вот все дают что-то, что ты хотел. Это еще хуже. Но бывает, человеку дают, понимаете, награду, потому что он правильный этот человек. Но это совсем другое чувство. Один мужчина подошел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, вот я молюсь все время, занимаюсь духовной практикой. И как бы Бог мне дал такую жену. Она тоже все время занимается духовной практикой, молится, у нас чистые возвышенные отношения. А также Бог мне дал таких детей. У меня двое детей, которым тоже чистые возвышенные отношения. Они тоже молятся, занимаются духовной практикой. Хорошие люди. Но сначала у меня Бог забрал самого младшего ребенка. Потом он у меня забрал старшего ребенка. А потом жену. Этот человек спросил меня. Вы же говорите, как бы, если люди сдают свои экзамены, то Бог не будет наказывать. Я говорю, а Бог вас и не наказывал. Он говорит, а что тогда произошло? Я говорю, вы же знаете, что произошло. Он говорит, я знаю. Но я хочу, чтобы вы сказали. Потому что я тогда буду знать больше. Если вы скажете то, что я знаю. Я ему сказал, что ваша жена и ваши двое детей находятся сейчас в раю. Вы об этом знаете. И они ждут вас. И вы придете, когда уйдете из жизни, придете к ним. И будете долго быть вместе и испытывать счастье. И он мне сказал, спасибо, Олег Геннадьевич. Вы подтвердили мои мысли. Стал счастливым и пошел. Такое тоже бывает, мои хорошие. Но только не у всех. Поэтому, если человек сдаёт свой экзамен, он не может быть счастливым, даже если судьба временно его разлучает с его любимыми. Потому что она вечно разлучить не может. Потому что так устроен этот мир. Сдал экзамен, будь счастлив. Никто нас не может разлучить. Мы вечные. Сегодня мы здесь живем, завтра в другом месте. Нас никто не может разлучить. Если мы сдали свой экзамен. А если не сдали, тогда надо сдавать. Не надо плакать, не надо переживать. Не надо мучиться. Так гордость, когда счастье приходит. Самая опасная вещь, это когда много-много счастья привалило. Ты не знаешь, что должен отказываться от него. Это экзамен, ты должен его сдавать. Только Бог тебе может помочь. Только настроившись на высшую истину, человек может себя удержать в руках, когда пришло счастье, сделать правильное решение. Когда во время счастья, когда приходит, самое главное не ослепнуть. Вот девушка нашла, вот парень хороший, который мне подходит. Вот сейчас твои экзамены начались. Тебе главное не ослепнуть. Оставайся самим собой. Терпи счастье. Он на тебя смотрит, он уже ухаживает за тобой. Не теряй себя. Оставайся сильной. Иногда смотри на него, иногда нет. Разговаривай с ним не всегда. Иногда проходи мимо. Тогда он будет тебя любить все больше и больше. Это значит, что ты сильнее своего счастья. Хорошо, тогда живи с ним. Если ты сильная, живи. Если ты потеряла себя, значит он уйдет от тебя, этот человек. Чувство собственного достоинства всегда показывает человеку на его судьбу. Если ты разочарована, значит потеряешь счастье. Если ты очарована, потеряешь счастье. Если ты унижена, потеряешь счастье. А если ты осталась самой собой, если ты спокойно ко всему относишься, радостно, спокойно, трудишься над своей судьбой, ко всему относишься правильно, спокойно, Тогда ты приобретаешь своё счастье. А если ты веришь, что счастье будет в будущем, а не в настоящем, тогда ты тоже теряешь своё счастье, потому что это называется суета. Чувство собственного достоинства уходит вперёд в человек. Он верит, что всё будет потом. В будущем. Потому что у тебя вера неправильная. Ты веришь в удачу, а не в настоящее. Живи сейчас правильно. Сейчас. И тогда удача будет твоей обязательно. Именно ты тогда сложишь песню завтрашнего дня, а не кто-то другой. Не надо жить в будущем, живи в настоящем. Только скупцы живут в будущем. Когда скупец стоит на остановке, он ждёт, когда приедет трамвай. А надо в это время всем желать счастья, радоваться природе и радоваться, что ты живёшь в таком красивом городе, пешкеке, с такими восточными, добрыми людьми. Надо им улыбаться, потому что жизнь-то проходит. Желаю всем счастья, пока трамвай не пришёл или автобус. Не тяни его глазами. Всё равно он не придёт быстрее. Ты теряешь время, ты живёшь в будущем. Зашла в автобус. Когда же приеду домой? Не надо об этом думать. Ты в автобусе, у тебя жизнь течёт в автобусе. Прими автобус теперь. Ты в автобусе, всем радуйся, улыбайся. Живи в автобусе, не надо никуда дальше бежать. Хорошо, вышла из автобуса. Когда же дойду домой? Иди радуйся. Зачем тебе домой? Ты сейчас живёшь прямо. Будь счастлива прямо сейчас. Пришёл домой, допустим. Когда же буду смотреть свой дефектив? 567 серию. Да ты сейчас обрадуешься. Перед тобой жена вообще твоя стоит. Настоящая реальность. Никакой не дедектив. Дедектив — это просто фантазия. А у тебя перед тобой реальность прямо твои. Реальные дети, которых надо принять. Какие они есть, и тогда ты будешь счастлив. Реальная жена, которая ждёт, когда ты её поцелуешь. Поцелуй — будешь счастлив. А ты идёшь смотреть что? То, что опять тебя уводит в будущее, потому что ты сидишь и смотришь что? Когда всё и как закончится. Ты опять живёшь в будущем там в этом детективе. И когда всё закончилось, ты потом идёшь спать. Забываешься, и потом тебе опять надо думать, когда я доеду до работы, когда работа закончится, когда же я доеду домой, когда же я поем, когда же я посмотрю свой телевизор. И так всю жизнь. Это жизнь или не жизнь? Надо хоть когда-нибудь принять то, что ты имеешь прямо сейчас. Один подошёл ко мне и говорит, Олег Геннадь, что-то у меня как-то странная какая-то жизнь. Я говорю, когда, говорит, под душем стою, мне хочется спать. Когда я сплю, мне хочется есть. Когда я ем, мне хочется под душ. Говорит, что делать? Это жизнь или не жизнь? Я говорю, нет, это не жизнь. Он говорит, а что делать? Принять. Вот, допустим, ты ешь, тебе немножко жарко. Ну, открой форточку и прими судьбу. Когда ты под душем, под тёплым, тебя сильно расслабило, да, хочешь спать. Ну, немножко похолоднее сделай. Прими судьбу. Когда ты спишь, как бы, ну, как бы, ну, напей-попей воды побольше, чтобы не хотелось есть. Ну, как-то прими судьбу. Потому что, если ты будешь всё время думать о будущем, то тогда ты потеряешь в себя свою жизнь. Вот и всё. Услышали меня, да? Чувство собственного достоинства означает также способность. Вот эти все, вы поняли, да, все эти вещи? А также принятие судьбы приводит человека в норму, да? Вот, то есть, ты униженный, ничего страшного. Если ты зависишь от мужа, да, найди другие источники счастья. Иди на природу, иди к добрым подружкам, иди к Богу, иди к кому-то, кто тебе подарит отвлечение от этой темы. Постоянно думаешь о муже, он меня унижает, значит, ты униженная. Думай о подружках, они тебе дадут силы. Думай о природе, она тебе дает силы. Переключись! Переключение в данном случае означает победу над судьбой. Потому что, чем больше ты думаешь о том, что тебя муж унижает, тем больше ты его теряешь. Чем больше ты хочешь жену, как бы, воспитать, тем больше ты ее теряешь. Потому что, как воспитать жену? Надо ее принять сначала. Чтобы жену воспитать, надо ее принять. Ты принимаешь свою жену, принятие означает первая фаза доброты. То есть, принял своего близкого человека таким, какой он есть, означает, что ты теперь будешь с ним добрым. И вторая фаза доброты, дальше ты принял человека, не уходи от него. Потому что, когда ты уже принял, ты что, как бы, я уже и так, и это, и это привык уже к этому. Может, мне вообще не жить с этим человеком, что от него ждать, я уже все принял. Теперь начни ему служить. Это вторая фаза доброты. Принял человек, а теперь начни, если ты хочешь, чтобы хотя бы один человек из двух был счастлив у вас в семье, ну, сделай его счастливым. Судьба потом сделает тебя. Не будь скупцом. Прими сначала, а потом пускай он будет счастлив. И это называется вторая стадия доброты. И запомните, доброта, запомните, доброта, это как раз и есть та сила, через которую передается знание внутри семейной жизни. Не надо ничего объяснять близкому человеку, не надо его, как бы, заставлять ничего делать. Нужно просто его принять. Если его надо наказать, ну, накажите, не общайтесь с ним, там, или, там, запретите его где-нибудь, поставьте в угол. Ну, допустим, это надо, хорошо. Но все равно нужно принять человека таким, как он есть. Тогда наказание пойдет на пользу, потому что он будет видеть, что вы не злитесь на него. Вы по-доброму к нему относитесь. Просто так надо. Ну, допустим, если вы и полномочны наказывать близкого человека. Когда вы по-доброму относитесь к человеку, вы его приняли, вы можете с ним шутить на тему его неправильного поведения. Вот я вам простые, допустим, примеры буду приводить. Допустим, моя жена не любит, когда она развешивает белье, она очень аккуратно развешивает. Вот такой простой пример. Когда я мимо прохожу, я могу задеть же, я же мужик, могу задеть за эту, как бы, вот это вот, вот это вот, где белье сушится. И все, ну, как бы она работала же, чтобы не гладить, там, чтобы все по струнке было. Я задел, и все перекорежилось. Поэтому она боится, когда я прохожу мимо. Поэтому она вообще не дает мне на расстоянии двух метров ходить от этого места. Такая ситуация сложная, да? Как я решаю эту ситуацию? Я принял, ну, жена вот беспокоится, хорошо, я принял. Не стал об этом беспокоиться, но принял, как бы. Дальше мне легко уже ее воспитывать. Как я ее воспитывать дальше начал? Я постирал белье, вешаю, она проходит мимо, говорю, Она хорошая, не подходи, я развешиваю белье. Она сразу просто на пол от смеха, просто сразу смеется, потому что смешно же. Я как себя, как она веду себя, очень по-доброму, без злобы. Она смеется просто. И все. Дальше она понимает, что ее чувство немножко кипертрофировано. Когда в следующий раз я мимо прохожу, она уже спокойно на меня реагирует, потому что я ей показал, как это выглядит. Понимаете, да? Я так воспитываю свою жену. Или, допустим, один раз, она у меня очень любит всем все давать, дарить. Очень любит. Но иногда это, как бы, не состыковывается с моей любовью. Вот, например, не буду даже говорить, что, потому что Восток страшное дело. В общем, мне подарили один вид такой сладости, который я люблю. На день рождения. И я уже, как бы, посмотрел, сколько кусочков примерно будет. На сколько дней. Моя жена сразу говорит, давай половину отдадим друзьям. Половины кусочков уже нет. Ну, то есть, я говорю, давай отдадим одну четвертую. Она говорит, давай, и разрезает пирог на три части. Ну, то есть, она как одну четвертую режет, но чуть побольше. Получается, одна третья. Все, это друзьям. Я говорю, ладно. Потом в этот день она мне кусочек отрезает. После обеда чуть-чуть сладкого ем. Я поел, думаю, о, классно. Завтра еще поем. Вечером приходят подружки. Пару кусочков ушло. Тройку. Потом она мне рассказывает. Я открываю холодильник на следующий день и говорю, а где мой сладкий пирог? Она говорит, ты знаешь, сегодня вот с утра нечего было есть. Мне вообще такой пирог не нравится. Но пришлось съесть. Несправедливость у меня в сердце капец просто. Всем кому угодно, только не мне, понимаете? Достался этот с моего дня рождения мой любимый пирог. Но это только начало истории. Я потом, когда все это переварил, в молитве как бы победил судьбу. Моя жена меня не понимает, понимаете? Моя жена, люди понимают. Тысячи людей меня понимают, жена не понимает. Я начал ей в таком обиженном виде таком рассказывать эту историю про этот сладкий пирог. Она каталась по полу просто от смеха. И потом она попросила того же человека спечь нам как бы два таких пирога. Она принесла два пирога и говорит, один отдаем, друзья. Ну и то есть история повторилась в один в один, но мне досталось три кусочка. Я был доволен в целом. Потому что она уже поняла как действовать. Надо два пирога просить, мне кажется не один. Потому что ей же тоже хочется дарить, есть утром и так далее. Ничего же не меняется. Но пирогов-то стало больше, поэтому... И мне хватило. Ну то есть, следующая история. У меня жена постоянно простывает. И эта простуда всегда идет только от одного, что человек недостаточно двигается. То есть простуда означает, копятся ненужные вещества в организме. И женщины, они же очень ленивые по природе. Красивые означают ленивые. То есть тело когда ленивое, значит красивые. Если бы женщина была напряженная, как бы она была некрасивая, они расслаблены такое тело. Значит ленивые. Вот. Ну вы же не будете женщины спорить со мной по этому вопросу, нет? Вот. И так, ну я это осознал. Я потому что жене по-доброму, я принял все. Говорю по-доброму, давай бегай тоже, как я, чтобы не болеть. И она говорит, давай бегай сам. И не болей. И продолжает болеть. Несправедливость страшная вообще. Я принял все это. Бегаю сам. Когда она болеет, ничего больше не говорю. Проходит какое-то время. Я молюсь за нее. Ничего ей больше не говорю. Наступает такой момент, когда я спокойно отношусь к тому, что она болеет. Со страданием. И она говорит, как мне начать бегать? Я такая ленивая. Мне говорит. Я говорю, да ничего страшного, говорю, начнешь со временем. Единственный способ для женщины начать бегать, это чтобы какая-то подружка захотела. Тогда вам вместе будет легче. Потому что когда муж просит, это насилие. А подружка просит, давай побегаем вместе. Никакого насилия нет. Вот. И так она начала потихоньку бегать. Потому что я принял ее, понимаете? То есть я вам рассказываю, как менять близкого человека, как воспитывать его. Ты прими сначала человека, потом спокойно относись к этому. И потом через твою доброту твоя сила перейдет к нему. Вот так можно поменять близкого человека. Если твой близкий человек изменяет, прими сначала это. Прости. Молись за него. И когда ты его примешь таким, какой он есть, твоя сила перейдет к нему. Твое знание целомудрие перейдет к нему. И он перестанет делать глупость. Но сначала ты должна пройти этот путь. Этот путь проходит через чувство собственного достоинства. Потому что чувство собственного достоинства должно принять несправедливость. Принять несправедливость не означает унизиться перед несправедливостью. Человек должен знать, что он любит, что он не любит в своем сердце. Потому что если ты согласился с несправедливостью, значит ты потерял себя. Это то же самое. Понимаете? Но если ты принимаешь человека вместе с его глупостью, это не значит, что ты с этим согласен. Попытайтесь это понять. Твоя философская позиция не меняется. Ты остаешься на прежнем понимании вещей. Просто ты понимаешь, что не так быстро все меняется в человеке. Что надо сначала его принять таким, какой он есть. И потом постепенно, постепенно он станет другим. Но если ты соглашаешься с тем, что человек пьет, изменяет, унижает кого-то и так далее, то ты теряешь себя вновь. Понимаете? Я не люблю сломанные крылья, потому что это неправильно, жить со сломанными крыльями. Понимаете? Я не люблю, когда стреляют в пину и когда стреляют в упор. Я не люблю, когда против шерсти. Понимаете? Ну то есть это правильно, не любить все это. Но принять придется. Не любить правильно. Принять придется. Потому что одна из причин разрушения жизни человека, это когда человек правду, или свою не люблю, ставит выше человека. Все люди на земле ругаются только по одной причине, что они правду ставят выше человека. Если человек человека ставит выше правды, он никогда не ругается, потому что он принимает человека. И если он его принимает, он имеет право от Бога этого человека воспитывать. Вот если вы хотите воспитывать своего сына или свою дочь, примите его двойку, его неправильное поведение, примите сначала. Сначала успокойтесь по поводу того, что он сделал, а на следующий день поговорите с ним об этом. Если вы увидите, что он неправильно относится к этому, по-доброму его накажите. А если вы увидите, что вы чего-то недопонимаете в нем, то это будет ваша победа над собой. Потому что поверьте мне, что если ребенок приносит плохую отметку, то его плохое поведение здесь это всего 20-30%. А остальное это много-много всего интересного, что вы должны о нем узнать. Вы должны узнать, что у него за училка, которая не может детей учить. Вы должны узнать, что он просто этот предмет никогда не сможет выучить так сильно, как вы хотите. Вы должны узнать, что вы все балдеете по вечерам, смотрите телевизор, а его заставляете учить уроки. Хотя это неправильно, потому что ребенок не может преодолевать расслабленную среду своей воли, потому что у него нет этой воли. Он же маленький. Это родители должны создавать атмосферу, в которой ребенок будет учиться, а потом отдыхать тоже вместе все. И так далее. Понимаете, есть много моментов, которые надо знать. Но ты никогда эти моменты не узнаешь, если ты разозлилась на своего ребенка, когда он получил плохую отметку. Потому что ты не хочешь знать. Человек, который принимает, он может узнать. Таким образом, мы говорим о чувстве собственного достоинства. И иногда человек в чувстве собственного достоинства живет правда, истина. Правда человека всегда ограничена. Поэтому свою правду не надо воспринимать как абсолютную истину. Есть что-то еще другое, помимо того, что ты знаешь. Особенно правда женщины по отношению к мужчине, или правда мужчины по отношению к женщине, очень ограничена. Давайте я приведу некоторые примеры. Вот допустим, Женщина знает, что такое любовь. Она понимает, что любовь это когда очень мягкие, добрые, нежные отношения. Если мужчина ведет себя не мягко, не нежно, не по-доброму, значит он плохо себя ведет. Она так считает. Это правильно. Но это ей не поможет в жизни. И если она его будет обвинять в этом поведении, тем более тогда не поможет. Но если она хочет сделать так, чтобы он мягко, нежно и по-доброму себя вел, она должна сначала принять его таким, какой он есть. И она тогда поймет, что он мужчина, он другой, он не женщина. То есть эта женщина мягкая, нежная, добрая. А мужчина, он грубоватый чуть-чуть человек. Немножко туповатый в отношениях. Он не всегда понимает, как правильно сказать, как правильно сделать. И это не является его недостатком, потому что у нее есть другие преимущества, данные ему Богом. Ну то есть его грубоватость дает ему возможность побеждать и терпеть очень большую боль. Если бы он был ранимым, он бы не вытерпел боль. Понимаете, он имеет возможность терпеть, и поэтому он не такой чувствительный. Понимаете, и так далее. То есть есть преимущества. Но если женщина понимает, что когда мужчина грубо с ней себя ведет, то есть способ сделать так, чтобы он вел себя не грубо. Для этого надо сначала принять его таким, какой он есть, вместе с его грубостью. А потом дальше женщина начинает, вопреки грубости мужа, не унижена, потому что она не хочет его потерять. А зная, как правильно себя вести, зная означает с чувством собственного достоинства, зная, как себя вести, нежно и ласково продолжает с ним говорить, несмотря на то, что он этого не достоин. И в этот момент он тоже становится нежным и ласковым, потому что она победила свою судьбу, и имеет право на подарки. Ну то есть нежность и ласка идет от женщины. Она является этой энергией. Если женщина ведет себя так, вопреки всему, значит тогда все вокруг будут нежные и ласковые. Допустим, мальчик, маленький ребенок, мама там подбежал, там толкнул, она такая берет его, ставит на место по-доброму, ему говорит, а теперь подойди правильно. И он такой раз, его расслабляет, он подходит правильно. Почему? Потому что она его любит. Она позволяет ему глупости. То есть она вытерпела, потому что любит. Точно так же надо относиться к мужу. Он прошел мимо, задел такая, как бы, ну, несправедливая. Я же женщина, ты что, не понял, как бы, рядом с кем ты прошел? Надо подойти к нему, обнять его, сказать, мой дорогой, теперь давай пройди мимо меня правильно, иначе я полдня буду плакать. Тебе это надо? Мы собрались вечером на концерт. Ты хочешь, чтобы я плакала полдня? Он говорит, нет. А что надо? Потому что ты по-доброму же с ним. Он говорит, а что надо сделать? Только лишь просто пройти мимо меня правильно. Что значит правильно? По-нежному. Ты же мимо жены идешь. Не мимо ткацкого станка, да? И он такой рядом проходит, так нежно. Она говорит, спасибо. Есть покой, не сразу становится, что вот хорошо, есть надежда, да? Что в следующий раз так не произойдет. То есть, всегда она жизнь будет испытывать, и всегда нужно что сделать? Сначала принять судьбу, а потом еще сделать шаг навстречу ей. Если мужчина, допустим, видит, что его жена, несмотря на то, что он очень хорошо понимает, как правильно сделать, потому что он мужчина, он родился таким, понимаете? Мужчина, он, прежде чем что-то понять, он должен тысячу раз ошибиться, он должен проверить все тысячу раз, и потом знание приходит в его сердце. То есть, мужчина так устроен, никогда не принимает просто так слова. Ничего не принимает просто так. Ему надо тысячу раз все проверить. Когда мужчина получил в свое сердце знание, он говорит это знание своей жене. И жена говорит, я не знаю, я не согласна. Ну, здрасте. Я тысячу раз проверил. Я это знание для тебя принес в эту жизнь, чтобы ты была счастлива. Я тебе говорю, как правильно. И она не соглашается. И он думает, ну, как мне это с таким человеком жить? Мужчина несчастен, потому что его жена не понимает его глубины, его мужа с мужской природой. Она не принимает, как можно любить такую женщину. И он просто спокойно проглатывает свою судьбу, принимает ее такой, какая она есть. И дальше живет с ней рядом. И она подходит к нему, говорит, слушай, вот так у меня и получилось, как ты сказал. Но я тогда была с тобой не согласна, а сейчас я вижу, что ты был прав. И он говорит, ничего страшного, ты же женщина, можешь все сразу не увидеть. И она думает, какой у меня мудрый муж. Он дает возможность мне быть глупой. Понимаете, мужчина, о чем я говорю? То есть, если вы хотите, чтобы жена начала вас уважать, примите ее возможность быть глупой. И тогда она станет сразу послушной. Дайте ей возможность быть глупой. Пускай делает глупости. Мне мужчина подходит, Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы жена не делала глупости? Я уже замучился ей говорить. Я говорю, не надо беспокоиться на этот счет. Дай ей возможность делать глупости, и она станет разумной сразу. Почему? Потому что она поймет, что у нее разумный муж. То есть, разумный человек, это тот человек, который не беспокоится о глупости других. Один руководитель подошел ко мне и говорит, меня не принимают как старшего. Мои чувства собственного достоинства сильно страдают от этого. Я говорю, вы хотите быть старшим в коллективе? Он говорит, ну я и так старший, я вообще-то руководитель. Я говорю, то, что вы руководитель, не значит, что вы старший. Вы хотите быть старшим? Он говорит, хочу. Я говорю, хорошо, все очень просто. Вот вас никто не считает старшим. Примите это. Он говорит, как это принять? Я говорю, очень просто. Поймите, что эти люди не видят вашего старшинства. То есть, они глупые. Дайте возможность людям быть глупым, и тогда вы станете старшим. Но если вы не будете давать возможность людям быть глупым, вы никогда не будете старше. Часто женщины кричат на своих детей, в кого ты такая дура уродилась? Ну, в кого она такая дура уродилась? Подумай. Дай ей возможность быть глупой, станешь старшей. Она тебя признает как мать, как старшую. Ну, дай ей возможность быть глупой, потому что она еще маленькая. Она немногих вещей не понимает, которые ты понимаешь. Ну, допустим, как понять, что я дал возможность кому-то быть старшим, ну, быть младшим, да? Вот смотрите, все очень просто. Как определить свой уровень, кто может быть младшим для меня? Ну, давайте разберемся. Вот, допустим, пробегает мимо собака, да? Начинает на тебя гавкать, да? Ну, ты видишь, что просто животное, глупая собачка. Не обращаешь внимания, не улыбаешься, идешь дальше. Вот это существо ты приняла как младшее. И поэтому эта собачка, когда гавкает на тебя и видит, что ты не реагируешь, она относится к тебе как старший. А если кусает, значит, вы не принимаете ее глупости, вы боитесь ее. Если собака видит, что вы испугались, она всегда кусает. А если не видит, значит, не кусает. Что? давлеть над младшим. Это другое немножко. Мы говорим о том, как сделать так, чтобы младшие признали старше. Мы сейчас об этом говорим. Не меняйте тему разговора. Что касается собак, я вам скажу. Я разок, у меня возле дома протекает ручей, я разок сижу в ручье и подбегает, ну, с другой стороны, овчарка, соседская собака. Очень сильная такая, большая собака. И она испугалась мне. То есть она увидела, что я сижу, никого нет. И начала так гавкать. Ну, большая собака такая, сильная. Я, сидя в ручье, поворачиваюсь на нее, принимаю ее глупость и смотрю ей прямо в глаза спокойно и сильно. И собачка в результате хочет гавкнуть, а не может. и побежала назад. Почему? Потому что она увидела старшего перед собой. Я не поддался на ее вопли, не испугался, не посчитал, что она меня может укусить, а просто по-доброму, сильно и спокойно, зная ее сознание, посмотрел ей в глаза. В результате собачка чуть не обкакалась от неожиданности и побежала назад домой. на этом все закончилось. Хотя она была большой собачкой. А? Учитесь! Я вам говорю, все зависит от вас. Один раз в моей жизни было такое событие. Я был молодой, занимался спортом, бегал по парку, когда шел домой, подошел ко мне один человек на улице, было темно, поставил мне ножичек к животу, давай кошелек. Я должен был в это время принять его вместе с ножичком. Иначе опасно не принимать, потому что может быть все что угодно. Если этот человек видит тебе раздражение, видит тебе страх, видит тебе еще что-то, значит тогда ножичек может зайти в живот. Понимаете? Потому что если человек может поставить к животу, значит у него с мозгами уже есть какие-то трудности. Они могут продолжаться и дальше, а живот-то у тебя как бы единственный и неповторимый. Экспериментов здесь быть уже не может, да? Так, 20 минут осталось, ага, хорошо. и так я ему говорю, я принял судьбу, ножичек человека, я говорю, вы знаете, у меня денег с собой нет. Я бегал, пробежку делал в парке. Он говорит, а где деньги есть? Я говорю, деньги есть дома. Он говорит, ты что, вы мне их отдадите? Я говорю, конечно. Он говорит, а почему? Я говорю, а потому что мне жизнь дороже. Я не буду ради кошелька променивать кошелек на свою жизнь, я не такой дурак. Ну, примерно так начал с ним говорить. Говорит, ну, пойдемте тогда, пойдем тогда отдашь мне свои деньги. Ну, как бы сначала держал рядом нож, потом мы шли. Он говорит, так, чем ты занимаешься, как ты живешь. Начали с ним разговаривать, я ему начал рассказывать про себя, потому что я его принял, я по-доброму к ним относился. Когда мы дошли до дома, он говорит, я вообще тебя провожал, потому что ты хороший человек, я хотел, чтобы ты нормально дошел до дома. Всякие же люди бывают. Пошел. Это реальная история. Понимаете? То есть, есть разные варианты поведения, мои хорошие, но есть правило, если ты судьбу принимаешь, то она тебя трогать не будет. Когда воин смотрит на противника, и он не злится на него, но хочет его победить, потому что он чувствует правду на своей стороне, то противник его убить не может. Чтобы убить человека, надо иметь основание. нужно его или напугать, или увидеть в нем злобу, или увидеть в нем отсутствие истины. Понимаете? Это все как вот две силы, которые между людьми сражаются. И сначала сражается твоя правда, а потом уже дальше жизнь. Понимаете? И поэтому, если человек принимает судьбу, если он сильно к ней относится, то очень трудно забрать у него жизнь. А вернее, невозможно. Понимаете? Чувство собственного достоинства по-разному в разных ситуациях работает. И иногда оно может делать чудеса. Понимаете? Вот. может делать чудеса. Если человек не теряется перед лицом страданий, начинает молиться Богу, и в этой концентрации молитвы, слушая молитвы, как бы чувствует спокойствие в сердце, то это называется верность. Вот если жена, допустим, муж уходит на войну там, или на фронт, или в армию, она просто молится, как бы чувствует, что все будет хорошо, значит, все будет хорошо. Чтобы что-то было плохое, надо ее испугать сначала. Если она не победит это в своем сердце, значит, тогда будет что-то не очень хорошо, если он не справится еще с судьбой. Ну, то есть, другими словами, в сердце человека есть индикатор его судьбы. Он работает через чувство собственного достоинства. Чтобы судьба человека наказала, нужно сначала его сделать гордым, или унизить, или в депрессняк ввести, или в суету. Но если человек находится в центре, он сосредоточен на Боге, на истине, и поэтому он наполняя силой его... Ну, что значит вывести из равновесия? Это означает убрать силу у человека. Но если человек силой наполнен, то тогда с ним ничего не сделаешь. Это знание написано в священных писаниях в древне. Говорится о том, что человек сам сдается перед своей судьбой, раньше, чем она с ним что-то сделает. И когда человек не может ничего сделать, он должен знать, что есть сила, которая может ему помочь. Эта сила действует через звук. Разум живет в звуке. В взгляде находится судьба человека. В звуке находится победа над судьбой. Человек должен не смотреть, а слышать, если он хочет победить судьбу, и слышать тех, кто связан с Богом. В этом мире существует память о Боге. Эта память сжигает судьбу, плохую судьбу, как дрова горят в огне. Об этом говорят священные писания. Если человек, это везде, во всех священных писаниях говорится, если человек включается в этот звук, когда люди молятся, ты когда слушаешь их голос, и хочешь победы над своей судьбой, и хочешь слышать их звук молитвы, и молишься, как они, то в это время ты соединяешься не с этими людьми, а соединяешься с их памятью о Боге. Эта память о Боге — это особое пространство сознания человеческого, которое находится в этом мире, которое на самом деле нам не принадлежит. Это пространство принадлежит Богу. И если человек слышит те, кто молится, он входит в это пространство. Это пространство победы над судьбой. И в этом пространстве сердце становится сильным, спокойствие появляется в нем, знание появляется в нем. И человек начинает постепенно чувствовать себя достойным, сильным, спокойным, уверенным, настоящим. Счастье означает жизнь сейчас. Тье означает жизнь на древнерусском, а сейчас означает сейчас. Счастье означает прийти в настоящее время, прийти сейчас, стать сейчас, простить всех, принять, со всем согласиться, никуда не спешить, принять настоящее время. И тогда ты побеждаешь судьбу. Это и есть удача. Удача не означает ждать что-либо. Означает все принять, со всем согласиться. Но есть одна проблема. Все это сделать вам не хватит сил души. Вот эта проблема и есть главная в человеческой жизни. И все время человек должен знать, что ему не хватает только сил. Все остальное у него есть в жизни. Поэтому есть три вида сил, которые человек должен добывать в своей жизни. Первый вид сил – это силы природы. Они добываются с помощью аскезы. Завтра я побегу в свои 16 километров. Я это делаю раз в 6 дней. А эта аскеза дает мне возможность наполниться энергией природы, дальше продолжать свои длительные поездки, быть здоровым при этом. Понимаете? То есть я наполню силы природы благодаря аскезе, длительное движение. Также наполняется человек силой природы благодаря постам. Если он постится, тоже он, выходя на природу, чувствует свежесть, чистоту. Аскеза такая, пост дает человеку возможность наполниться природой. Само по себе наполнение природы означает сильную любовь к природе, к деревьям, к земле, к солнцу. Это любовь и спокойствие в сердце, когда ты не просто бежишь там со всей силой, а спокойно, бежишь радостно, всем желаешь счастья. Тогда ты наполняешь энергией природы, которая дает тебе здоровье. Здоровье идет не от таблеток, не от прогреваний, не от хирургических операций. Здоровье идет от природы. Запомнили? И когда смотреть человеку не хватает, он не может быть спокойным. Когда он не может сосредоточиться, он устает от работы. Когда человек чувствует, что он не может не злиться. Когда человек чувствует, что он от всех устал, его все замучили. Ему не хватает нехорошего характера, ему не хватает сил природы. Точно так же, когда маленький ребенок плачет и кричит, ему не хватает просто воздуха. И мать разумная просто выводит его на колясочке, на улице, он сразу и начинает спать спокойно, потому что он получает силы природы. Точно так же человек, когда ругается дома, кричит, злится, это значит, что ему надо просто выйти на улицу и погулять. Нужна энергия для жизни. Она не только из пищи берется, а также из природы. Запомнили? Первую силу, дающую человеку спокойствие. Именно спокойствие. Потому что, когда вы чувствуете, что-то тяжело. Это значит, сил природы не хватает. Когда человек чувствует достаточно природы, что в сердце? Спокойствие. После отпуска, допустим, после прогулки, что вы в сердце чувствуете? Хорошо. Спокойствие. Значит, сил природы хватает. от чувства собственного достоинства встает куда? На место. Сил хватает, живи дальше. Нервничать перестал, злиться перестал, концентрация хорошая, работоспособность хорошая, никого не хочешь убивать, трогать, все нормально. Понятно? Сил природы, значит, хватает сердца, насытился. Большинство людей не могут переключаться, они в суете живут, в будущем. Означает, никаких сил природы они не будут получать, они будут только истощаться. Нужно переключить себя, заставить. Это с помощью аскезы человек может делать. Начал наклончики на природе делать, начал подтягиваться, обжиматься, ходить, двигаться. И в это время, когда ты себя заставляешь что-то делать, энергия природы в тебя входит. Когда тебе нет возможности выйти замуж, устроиться на работу, когда у тебя нет возможности быть богатым, плохое положение в обществе, никто меня не любит, никто не уважает. Наеду, поеду на болото, наемся же бонят. Да? Мои хорошие, это значит, что вам не хватает другой силы, просто сил не хватает. Замужем не хватает силы, значит, понимаете, эта сила идет от людей. Ну, то есть, точно так же, как человек качает мышцы и поднимает штангу потом, точно так же, женщина, заботясь о людях, набирается силой, которая делает ее щечки румяными, красивыми, потому что она наполнилась энергией, любви людей. Поэтому, девушка, если хочешь выйти замуж, она должна просто всем служить, обо всех заботиться, забыть про себя. И тогда она станет сильной людьми милой. Она станет людьми милой, то есть, она станет людьми милой, и тогда она станет красивой. Ее чувство, собственно, достоинства повернется в сторону замужества, потому что на это будут силы. И тогда она может радостно, счастливо на всех смотреть, потому что она победила свою судьбу, наполнилась. Когда мужчина хочет устроиться на работу, ему не нужно думать об этой работе. Ему нужно идти и просто как бы идти и делать добрые дела. Если хочешь научиться устроиться на работу, наполняйся силой служения людям. Помог приятель устроиться на работу, отвел жену в театр вечером, в субботу, под дом накормил бездомных собак, и так далее. Отвел старушку через дорогу просто так, показал, где метро прохожим там человеку, помог добраться на Москву реку, и так далее. То есть, понимаете, человек, когда так себя ведет, на работу его возьмут обязательно. Почему? Потому что он хочет не денег, а приносить пользу. Он заставил себя так жить, наполнился этой силой, и он, поэтому, из него исходит энергия удачи. Его хочется взять на работу всем, кто его видит. Понимаете? Он нужный человек, он не тянет с себя силы, а отдает. Если человек хочет иметь высокое положение в обществе, он должен понять, что старшие поставлены Богом, как бы они себя не вели плохо, это их проблемы в отношениях с Богом уже. Уважая старших, если человек уважает мать, его все начинают любить, потому что через мать идет энергия любви в судьбу человека. Мать хочет, чтобы у селока все было, но ему надо ее просто начать уважать, чтобы эта сила, которая через нее идет, к нему в сердце. Пошла! Но если он не уважает мать, значит, эта сила отталкивается, и она не может его благословить. Если человек не уважает своего отца, значит, его никто не будет уважать, потому что сила уважения к человеку идет через отца. Если ты не уважаешь отца, не через кого идти. Точно так же, когда человек уважает власти, он приближается к власти и получает власть. Скажешь, как их уважать, особенно у нас в стране, кого Бог поставил, тот и стоит. Если вы это знаете, вы получаете высокое положение в обществе. Это не значит, что надо делать глупости какие-то. Делайте все правильно. Но уважайте тех, кого поставил Бог. Вы сначала примите все, что Бог вам дал, а потом внутри этого придет к вам удача. Запомнили, да? Я говорю сейчас вам о чем? О том, что в этом мире есть энергии, которые позволяют нам быть успешными в социуме. Или нет? Изучайте это. Если ты опустошен, не наполнен, значит, тогда не будет удачи. Когда человек культуру принимает, люди его начинают любить вокруг. Когда он принимает старших, его старшие подтягивают, потому что они чувствуют, что он верный человек. А там только верные люди нужны. Один неверный, и потом очень плохо все становится со временем. понимаете, если ты начинаешь давать возможность младшим быть глупыми, они сами к тебе потянутся, потому что ты стал старшим. Это тоже сила, социальная сила давать возможность младшим быть глупыми, не удивляться и глупости. И ты тогда сможешь иметь хороший коллектив. Но они никогда не станут умнее тебя, к сожалению. Потому что старший должен быть всегда впереди. Запомнили, мои хорошие? Я говорю вам о социальной силе. Если вы хотите получить силу, которая побеждает препятствия в жизни, эта сила идет от звука тех, кто молится. И сейчас мы ее будем добывать. Все сели прямо. Субтитры сделал DimaTorzok